Медиатор. Как много в этом звуке для сердца музыкального слилось и в нем отозвалось. Наконец-то у меня дошли руки до этой всеми уважаемой темы медиатора. И вот вам мой гайд. При выборе медиатора следует учитывать свои физиологические особенности, например, длину пальцев. Исходя из этого, выбрать форму, которая будет вам наиболее удобна. Сам медиатор должен быть гибкий, эластичный. Конец его должен быть хорошо отточен и отшлифован. Медиатор следует держать свободно, без напряжения кисти, между указательным и большим пальцами правой руки, на сгибе первого сустава указательного пальца. Если вдруг кто-то забыл школьный курс анатомии, вот вам картинка, на которой сразу все станет понятно. Указательный, средний, безымянный и мизинец при этом должны быть округлые, что помогает избежать задевания струн во время игры. Следует обратить внимание на то, чтобы кисть не была напряжена. Удар медиатора энергичный, хлесткий за счет силы кистевого сустава и направлен перпендикулярно к струну. Чем короче длитность ноты, тем стремительнее движение кисти. Локтевой сустав включается при одновременной игре на нескольких струнах, например, при игре интервалов. Внезапное глушение звуков в момент игры не следует осуществлять правой рукой, если в ней у вас находится медиатор. Удобнее всего это сделать левый, внезапно ослабив нажатие пальцев на гриф. Я для себя выделяю несколько видов медиаторов. С острым углом, округлый, трехсторонний, металлический и самодельный из пластиковых карт или сим-карт. Лично я почти не использую медиатор, но это не потому, что кто-то там считает этот девайс ненужным в жизни бас-гитариста. Каким-то плохим тоном, дурным вкусом, моветоном, непрофессиональной вещью и вообще зашкваром. Нет, более того, я считаю, это вполне себе бас-гитарная вещь, вполне себе юзаемая, вполне себе сочетаемая с этим инструментом. Почему же я не использую ее? Почему же я не использую медиатор? Об этом я расскажу ближе к концу видео, а сейчас начну свой рассказ с самого начала. Первым делом, как мне кажется, стоит разобраться, какие последствия в себе несет использование медиатора на бас-гитаре. И первый пункт у меня будет, это более гитарная подача, более гитарный тембр инструмента. Используя медиатор, будет, хотите вы этого или не хотите, провоцировать у вас гитарные фишки игры квинт, гитарную подачу, тембр будет ближе к гитарному в целом. И если вы хотите быть в третьем, четвертом, пятом гитаристом в группе, то бас-гитара и медиатор это ваша тема. Прежде чем садиться снимать это видео, я просмотрел некоторых лучших бас-гитаристов, которые играют медиатором. И у них есть, почти у всех, почти у всех есть одна черта. Гитарная подача, гитарные фразы, гитарные фишки, пентатоники. Все очень по-гитарному. Самое интересное то, что это абсолютно не зависит от стиля. Это может быть рок, это может быть джаз, это может быть легкая и тяжелая музыка. Везде, где бас-гитаристы играют медиатором, больше гитаризма, больше гитарных фишек, больше квинт, больше гитарных фраз. Начнем, к примеру, с такого бас-гитариста, как Сив Сволу, который играет со Скофилдом. Я просмотрел его игру, его партии, и у меня сложилось впечатление, что Скофилду просто нужен иногда второй гитарист. И если бы я не видел это, не видел бы видео, как он играет, я мог бы спутать. Я мог бы подумать, что это играет какая-то джазовая банка, какой-то джазовый гитарист играет соло. Настолько это все на грани гитары и баса, что такое чувство, что здесь просто играет второй гитарист. Возьмем второй пример. Известный бас-гитарист группы ЕС, Крис Квайр. Его самая известная, самая топовая соло. Если ввести в ютубе Крис Квайр бас-соло, первое же видео вылетит вот это. Вот это его соло, все самые просматриваемые. Абсолютно гитарно, если посмотреть. Если бы он взял в руки гитару, какой-нибудь телекастер или страт, было бы то же самое примерно. Кинул бы реверку, не реверку, это перегрузик, овердрайв. Было бы то же самое, ничего не поменялось бы. Смысл бы остался тот же художественной подачи, идея бы та же была. Если бы я опять же слушал аудио, если бы я прослушивал это, не смотрел видео, я бы мог бы даже не понять, что это бас-гитара. Вполне себе гитарный тембр. Если вы хотите иметь такой ближе, если в вас спит какой-то внутренний гитарист, и вам не хватает этого, то у медиатора это очень крутая тема для вас будет. Пункт номер два. Эстетически-визуальный. Так уж сложилось, что в глазах большинства людей, не супер искушенных музыки, которые просто слушают меломаны, ходят на концерты, для них игра медиатором выглядит более естественной, более правильной, более что ли такое каноничной. То есть, о чем я тут хочу сказать. К вам никто не подойдет после концерта, если вы играете медиатором и не скажет, а что это у тебя с рукой? Может быть, ты вывихнулась, и еще пять гитаристов на сцене играют нормально, чешут как следует, а у тебя с рукой? Ну, выздоравливай. Вы будете среди всех остальных смотреться не как белая ворона, а гармонично. Я сейчас не шучу, это серьезный реальный случай из жизни. Такое бывает. И если вы не хотите выделяться, хотите быть таким же крутым рокером, гитаристом, чосером, то для вас, мэйби, медиатор, кстати, будет хорошей идеей. Но если уж так случилось, что вы встали на эту нелегкую тернистую дорожку бас-гитариста, дам пару своих советов. Во-первых, по выбору медиатора. Лично мне кажется, самым лучшим вариантом будет большой медиатор. К примеру, трехсторонний вот такой, большой, именно большой, не надо брать маленький. Либо большой также округлый медиатор. Почему большой? Потому что у него рабочая зона больше, основа больше, и при столкновении с жирной толстой струной баса он будет более устойчив, очевидно. И будет гораздо удобнее играть, чем маленький. Маленький будет выскальзывать, у вас крутится в руке, в общем, постоянно надо будет его больше контролить. Поэтому большой медиатор для баса советую. Мне нравится трехсторонний, он удобный, вот такой медиатор, хорошо лежит. Либо округлый. Вот такой тоже большой, больше, чем обычный. Что касается выбора толщины, могу порекомендовать медиаторы от миллиметра и толще. Не брать тонкий и меньше миллиметра. Почему? Потому что толстый медиатор имеет лучшую атаку, четче атаку и чище тембр. Соответственно, мягкий медиатор при столкновении с толстой струной будет лязгать об нее, будет скрепстись об нее, гнуться. И, соответственно, будут появляться непонятные призвуки, непонятные какие-то тембральные окраски, которые убивать будут атаку. Плюс атака будет более смазанная. Мы можем взять и проверить, послушать, как звучат разные толщины на бас-гитаре. Возьмем простой риф. Начнем с медиатора, который 1 миллиметр, где-то 1,2. Средний медиатор, но не тонкий, нормальный такой медиатор. Сыграем простой риф. Вот это 1 миллиметр. Возьмем медиатор большой, удобный, но он потоньше, где-то 1,07. Тонкий медиатор, и как будет тембр меняться. Соответственно, как мне кажется, огромная разница. Медиатор потолще, дает более четкую атаку, более читаемый звук, более горошистый, и, как мне кажется, для бас-гитары лучше подойдет. Что касается развития бас-гитарного медиатора, могу посоветовать 3 пункта для того, чтобы эту всю тему развить. Для этого нужно обязательно метроном. Первый – это переменный штрих. Восьмушками разработать переменный штрих. К примеру, как это можно, каким упражнением делать. Играть подобные упражнения обязательно под метрономом. Если вы это делаете без метронома, это абсолютно бессмысленно, просто потраченное время зря, абсолютно потраченное. Также здесь, почему важен метроном? Синхронизация рук обязательно, потому что даже если у вас хорошая синхронизация левой и правой руки пальцами, это не значит, что медиатором у вас будет такая же хорошая. Поэтому здесь нужно отдельно заниматься синхронизацией рук. Вторая вещь, на которую следует обратить внимание – это динамика. Правильная динамика и одинаковость игры всех струн. Опять же, метроном. Игра на всех струнах, переменный штрих. Последний, третий пункт в плане развития бас-гитарного медиаторства – это игра октав. Тема октав – это вообще сакральная тема для любого бас-гитариста, и медиатор здесь не исключение. Освоить октаву медиатором тоже – это must have, и это нужно сделать. Врубаем метроном. Также слишком много. На 120 врубим пока не слишком быстрый. 121. Метрономчик также следим за динамикой, чтобы все минуты звучали одинаково, ничего не проваливалось. Переменный штрих обязательно. И слушаем метроном, слушаем мир вокруг себя. Как это будет звучать? У меня получается так себе, это не моя тема, но у вас может получиться лучше. Поэтому пробуем. Последняя фишка, что касается медиатора – это игра без переменного штриха, игра в одну сторону. Это тоже интересный момент, и он отличается динамически, отличается по звучанию, нежели переменный штрих. Как это звучит, давайте сравним. Значит, переменный штрих. Игра в одну сторону получается другой эффект, более панковский, более зубодробитый, вот такой, нежели переменный штрих, он более качевый. Он раскачивает, а здесь в одну сторону. То есть, зависит от цели, от вашей музыки, можно использовать так и так. Советую владеть и так, и так, и тем и тем комбинировать, и заниматься под метроном и только вниз, и вверх и вниз. Лишним точно не будет. Подходим к концу. Почему же я не играю медиатором, или почти не играю, мое количество часов, проведенное за ним, крайне низкое, супернизкое, почему же? Сыграем простой риф. Не то, что простой, я люблю такие рифы, и часто их играю. Для примера. Раз, два. Такого рода. Сколько мы здесь насчитали техник? Мьют. Слэп. Мьют на грани слэпа. Игра пальцами. Здесь можно в один триф уложить три техники, три художественного инструмента, три краски, три очень серьезных, так скажем, оружия для музыцирования. Если бы я это играл медиатором, я бы не смог ничего из этого сделать. Несмотря на всю крутизну и на плюсы техники медиатора, у него есть существенный минус. Он ограничивает вас в плане техник, в плане выбора красок, в плане мелочевки. То, что он может сыграть всеми тремя техниками, даже четырьмя степпингом, вы не сможете сыграть медиатором, это будет сложнее сделать. На гитаре это можно сделать, так как можно играть смешанной техникой, играть медиатором плюс пальцы, играть и слэпом гитаристы не особо часто играют. Но бас-гитаристы играют слэпом, бас-гитаристы играют мьютом часто, бас-гитаристы не играют переменной смешанной техникой. Поэтому для басиста это проблема, в том плане, что ограничение ресурсов. Еще один яркий пример, это мы записывали кавер на группу Zivert, Beverly Hills, где я играю партию слэпом в куплете, а потом идет переход на пальцы. В этой песне очень важно подчеркнуть атмосферу 80-х, фанка, афро-причесок, Beverly Hills, Miami, вот эту атмосферу. И без слэпа она не так будет звучать, поэтому здесь важен слэп. Я играю слэп в куплете и потом переход на припеве, на обычную технику, что меняет вообще все и переходит на новый рисунок. И это очень важный момент. Если бы я играл медиатором, то я бы просто не смог это сделать в реале и песня бы так круто не прозвучала. Поэтому здесь медиатор играет в минус, он делает вам оковы лишние и не дает развязать вам руки, не дает вам полностью самый широкий диапазон вашего творчества. Играть ли на бас-гитаре медиатором или не играть? Дело, естественно, хозяйское. Каждый видит себя сам, каждый видит свой звук сам и каждый выбирает, как ему хочется. Но в этом точно нет никого моветона, плохого вкуса и бас-гитара, медиатор, девайсы вполне себе соединяемые и естественные. Не надо этого стыдиться. В первую очередь, конечно же, слушайте себя, свое сердце, делайте, как вам удобно, как вам нравится, как вы себя видите. Не нужно никого слушать, ни на кого смотреть, ни на кого опираться, сколько людей, сколько мнений. На сегодня это все, заканчиваем. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, лайки, колокольчики. Всем любви, доброты, пока.